Таймкод 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 Они не такие вразумительные. Заранее никто никого не предупреждает. У адвокатов, в отличие от прессы, большой интерес вызвал еще один президентский указ о внутренней безопасности. И это жесткая вещь для давно понаехавших и даже освоившихся в новой стране. Если одних не впустят, то другим не спустят. Что интересно в этом указе, то что разнообразные обманы, условно говоря, при получении в любом официальном деле тоже могут быть основанием депортации. Особенно интересная новая вещь, которая вот так вот специфически проговорена здесь, это abuse any program related to receipt of public benefits. То есть это SSI, это Medicaid, это фудстемпы. То есть обманы в этих программах подпадают под действие этого указа. В общем, Трамп наводит порядок. Новый стиль политического администрирования включает немедленное увольнение неудобных чиновников, даже самых высокопоставленных. Угрозы лишить финансирования несогласные университеты, даже если это Беркли. И одобрение маленьких победоносных спецопераций против Аль-Каиды, даже если они заканчиваются гибелью мирных жителей, где-то в далеком Йемене. От таких новостей чувства безопасности почему-то не возникает. Несколько дней назад США провели операцию в моей родной стране. Они бомбили гражданских. Убили девочку восьми лет. Что вы ожидаете после этого от людей? Вы их бомбите. Они становятся террористами, чтобы защитить себя. Вот в чем проблема. Если вы дадите им кров, работу, возможность учиться и иметь нормальное будущее, не будет никакого терроризма. В Нью-Йорке, где 37% эмигранты, Йеменцу Абдуле холодно, но уютно. Жаль только, что к родным на весенние каникулы не слетаешь. С йеменским паспортом обратно не пустят. Но его и здесь халяльно кормят. Кухня, одобренная Аллахом, самый популярный фастфуд мегаполиса. К тому же Нью-Йорк, город-убежище, обещал своих нелегалов федералам не сдавать. А заработать напиту с фалафелем можно и в Старбаксе. Сеть кофейн планирует нанять 10 тысяч беженцев в ближайшие пять лет. В Америке, основанной приезжими пилигримами, политикам трудно плыть против фетра. Сюда приезжают изначально и продолжают ехать люди со свободными взглядами. Часть из них, они беспокоятся о том, что Дональд Трамп на этом не остановится. Если общество ему не покажет, что в этом направлении ему нельзя двигаться, что он не должен становиться более авторитарным, что его будут ограничивать, что все его указы будут критиковаться, разбираться, и будут люди стараться их остановить, исполнение этих указов. Дональд Трамп должен понимать это, потому что, если не будет сопротивления, естественно, любой политик будет действовать максимально широко. Жизнь с видом на Манхэттен Леониду Мартынюку нравится. Это не смерть с видом на Кремль, которую заказали Борису Немцову через пять месяцев после отъезда его соратника. Если бы не возможность политического убежища в Америке, Леонид вряд ли бы продолжал свои антипутинские видеоблоги. Десять суток за хулиганство, и все понятно. Мне просто намекали, что я должен уехать, что если сейчас после десяти суток я не уеду, произойдет что-то еще. Если бы не шанс получить образование в США, Абдулла вряд ли бы участвовал в демонстрациях. В Саудовской Аравии йеменскому беженцу ни слова, ни работы не давали. Я люблю Америку, я люблю Нью-Йорк. Они присоединились к нашей борьбе. Белые, черные, все вместе. Мне это очень нравится, правда. У 42 миллионов проживающих в США иммигрантов есть одна общая ценность, доставшаяся в предачу к визе США. Это свобода. Свобода слова, свобода веры, свобода передвижения. И Трамп тут не указ. Елена Мещерякова, Анна Сатиани, Владимир Бадиков, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. Дональд Трамп хочет закрыть границу для мусульман. А кого бы вы не пустили в свою страну? Радикальным мусульманам, тем, кто поддерживает террор, а также тем, кто не признает Израиль и Иерусалим нашей столицей. Палестинцам. Я правый, по своим взглядам. Я против того, чтобы они здесь жили. Да никому. Есть правила въезда в страну. Если все по правилам, пусть приезжает. Я сам иммигрант. Я бы не хотел, чтобы меня остановили на границе. Вон совсем рядом стоит символ статуи свободы. Никому нельзя запрещать въезд в США. Трамп, как богач, думает только о богатых людях и забывает обо всем среднем классе, который и есть Америка. Если Трамп запретит въезд всем мигрантам, то кто будет работать? Официантами, горничными, сотрудниками магазинов. Это же все приезжие. Запрещать бы я ничего никому не стал. Нужно смотреть на каждый отдельный случай. У нас уже достаточно тут всяких. Вот посмотрите. Напротив. Дальше. Они везде. У ни у кого нет работы. Давайте мы сначала с уже приехавшими разберемся. А потом будем пускать новых. Нет, нет. Как можно стричь всех под одну гребенку? Утверждать, будто все мусульмане террористы, по-моему, недопустимо. Я бы никому не запрещала, чтобы все к нам ездили. Мы всех будем принимать. И всем будем очень рады. Тем, кто против целостности нашей государства. Наверное, есть такие люди, что едут сюда с недобрыми намерениями. Возможно, из России. Пусть приезжают. Пусть даже Обама приезжает. В Россию? Узбекистан, Туркменистан. Короче, ну задолбали ребята. Но одни приезжие. Одни гастрабайтеры. Хочется уже эти шины спокойствия. Потому что весь криминал от них. Вся грязь от них. Ну, это чисто мое мнение. Правила поведения через веселые картинки намерен привить мигрантам Московский департамент национальной политики. Методичка под названием «О правилах поведения мигранта в городе Москве» — это 100 глянцевых страниц, поясняющих комиксов. Средний мигрант, он ведь плохо владеет великим и могучим. В брошюре Москва предстает славянским городом, населенным былинными героями — богатырями, василисами, купавами да снегурками. Персонажи мигранты сначала были подписаны по национальностям, но потом от этой идеи отказались. Столичные просветители оставили только кому азиатский разрез глаз, кому халаты и тюбетейки, а кому рубашки с вышивкой. Мораль сей басни вывел Николай Старабахин. Герой отправляется в Тридевятое царство, Кощей Бессмертный пытается ему помешать. Но Василиса Премудрая помогает добрыми советами. В России выпустили новый необычный комикс. В главной роли — трудовые мигранты. Тридевятое царство, собственно, Москва. В брошюре с картинками правила пребывания в стране, тех, кто приезжает на заработки. Как оформить патент и не нарушить законы, рассказано на примере сказочных персонажей, чтобы поняли даже те, кто не очень хорошо владеет русским. Это все равно, что вас попросить, допустим, прочитать уголовный кодекс и дать разъяснение. Невозможно разобраться, не будучи юристом в этом. И мы обратились к филологам, преподавателям русского языка, школьного, именно школьного образования, который имеет опыт преподавания русского языка, начального русского языка. Получилось что-то среднее между комиксом и сказкой. Немало времени ушло на адаптацию издания для зарубежного читателя. Например, Василиса в первоначальной версии была с распущенными волосами, а теперь целомудренная с косой. Кажется, авторы не скрывают, что делали книгу для больших детей. По крайней мере, способы воспитания те же. Это сказка родителей и детей. Соответственно, мы принимающая сторона. Хотим мы этого, не хотим. Мы доминирующие в данном процессе общения, к нам приезжают в гости. И мы должны показать правила поведения. Впрочем, правила у многих вызвали недоумение. Не ешьте на улице, не разговаривайте громко. Законом это вроде как не запрещено, а мигрантам выходит нельзя. Авторы сами признают, перестраховались, чтобы избежать межнациональных конфликтов. К тому же, комикс издали по заказу московского правительства. Так что его задача помочь не только мигрантам, но и местным жителям. Сборник этот, конечно, адресован прежде всего иностранцам, которые приезжают к нам для работы. Но он сделан для москвичей. Это прежде всего безопасность москвичей, безопасность всего города. В профсоюзе трудящихся мигрантов с героями этих комиксов общаются каждый день. Оценить пользу от брошюры здесь попытались сами читатели. Те, разумеется, кто смог осилить стостраничную книжку. Асад, даром что живет и работает в Москве уже год, с комиксом не справился. Еще со времен Юрий Долгогруква. Анжеле книжка понравилась, но, говорит, такие брошюры раздавать надо еще до приезда в Россию. И потом, без дополнительных пояснений, русский фольклор понятен, может быть, не всем. Не знаю, вот как мигрант с Азии, он для него, вот, Аленушка, три богатыря, сильно не знакомы на сегодняшний момент. Могут не понять дядю милиционера, полицейского, извиняюсь, а в трех богатырях. Первый тираж комикса – 50 тысяч экземпляров. Но только в Москве как минимум миллион легальных мигрантов, а есть еще нелегальные. Так что эти советы до большинства заинтересованных читателей просто не дойдут. Издание комикса обошлось в 7 миллионов рублей, больше 100 тысяч долларов. Этот сказочный пир за бюджетные деньги уже привлек внимание депутатов. Почему так дорого? И будет ли в этом хоть какой-то смысл? Ни один мигрант не прочитает брошюру из ста листов, в которой, помимо важной информации, в ней она есть. Много лишнего. Мы подменяем сегодня, в случае за деньги налогоплательщиков, реальную политику миграционную на выпуск брошюр. Экспертам не нравится и фольклорная оболочка. Полицейский в образе Ильи Муромца, Василиса в Кокошнике и Юрий Долгорукий в Кольчуге. Таких жителей в настоящей Москве, к сожалению или к счастью, давно уже нет. Если бы ходили по Москве люди в Кольчуге и в Кокошнике, это понятно. Но вот не ходят. Более того, строго говоря, внешний вид мигрантов и не мигрантов в Москве, он в общем, в значительной степени схож. Так зачем же на пустом месте конструировать и воссоздавать противостояние Древней Руси и Орды? Разделение на наших и ваших местных и приезжих власти не смущает. Через несколько месяцев чиновники намерены провести исследование, как отразился комикс на количестве легальных и нелегальных мигрантов. Если книжка с картинками главный фактор, определяющий миграционную политику, то с этим, наверное, не всё в порядке. Но авторы брошюры надеются, что эта сказка, как и положено в сказке, будет со счастливым концом. Николай Старобахин, Леонид Бабков, Артевяй, Москва. Далее в программе. Мария Гордон оценит эффективность телефонной дипломатии. Нина Хрущева объяснит новый внешнеполитический курс США. Арсен Симбалюк передаст напряжение в украинском обществе. Владимир Соловьёв укажет, куда идёт Молдова. Тайм-аут. В эфире РТВА и продолжается тайм-код. Громкий протест или тихий саботаж? Такой выбор стоит перед широким кругом государственных служащих США, не согласных с политикой нового президента. Вашингтон-Пост сообщает о тесных контактах работников федеральных служб и бывших руководителей администрации Обамы. Тема консультаций – как противостоять инициативам Трампа. Некоторые чиновники открывают анонимные аккаунты в социальных сетях, специально для слива неприятной для Белого дома информации. Открытое противостояние выбирают единицы. Исполняющая обязанности генерального прокурора рекомендовала вверенному ей Министерству юстиции не защищать в судах указ Трампа о запрете на въезд мусульман. Президента это взбесило. Он уволил профессионального карьерного юриста. В Госдепартаменте более тысячи подписей собрало письмо несогласных. Такого в истории страны еще не бывало. Пресс-секретарь Белого дома предложил недовольным уволиться. А пока внешней политикой Трамп решил заняться лично. За прошедшую неделю он успел поговорить с лидерами пяти государств. О чем и каким тоном? В курсе дела Мария Гордон. Мария, приветствую. Президент Трамп поговорил по телефону с лидерами Франции, Германии, России, Японии и Австралии. По словам самого президента, хуже всего оказался разговор с Австралией, давним и верным союзником США. Кончилось тем, что президент чуть ли не бросил трубку. Неужели мы идем войной на Канберу? С Австралией Владимир лучше не портить отношения, потому что она может переметнуться в сторону Китая. Думаю, что цели поссориться с Конберой у Дональда Трампа все-таки не было. Начинающему президенту просто не хватило усидчивости. Выдержав четыре разговора по часу каждый, он сорвался на пятом. Причем начал он его по данным сотрудников Белого дома в своей обычной манере. Рассказал о своей разгромной победе на выборах. Умолчав о том, что Хилари Клинтон набрала на три с лишним миллиона голосов больше. Потом он, конечно, рассказал, как много народу пришло на инаугурацию. Если помните, это тоже не совсем так. Но, скорее всего, австралийский премьер-министр Малком Тернбулл и не думал спорить. Тема с Великой Победой и толпами в Вашингтоне поднималась и в разговоре с президентом Мексики. Интересно, почему это продолжает быть так важно? И то, и другое уже позади. Не так ли, Мария? Вы знаете, я не психолог, но можно предположить, что президент таким образом напоминает иностранным лидерам о своем мандате. Дает понять, что никто не помешает ему проводить жесткую политику. И когда премьер-министр Австралии Тернбулл интересуется, будет ли Америка выполнять обязательства по беженцам, Трамп отвечает толпами в Вашингтоне. Напомните, пожалуйста, в чем суть американских обязательств перед Австралией? Дело было так. Пытаясь остановить поток нелегальных иммигрантов, прибывающих по воде, что чисто географически единственный способ пробраться в страну, Австралия приняла жесткий закон. Ни один перехваченный нелегал никогда не вступит на ее территорию. Сказано-сделано. Канбера договорилась с соседним государством, Папа Новая Гвинея и карликовой страной Науру. В результате на двух маленьких островах, Манус и Науру, с которых уж точно некуда бежать, несколько лет в специальных лагерях выживают 2500 человек, в том числе десятки детей. Эти люди в основном из стран Ближнего Востока и Северной Африки. О них фактически забыли. И вот, наконец, запротестовали правозащитники. И тогда Америка согласилась помочь и принять ровно половину задержанных, то есть 1250 человек, при условии, что они пройдут соответствующее собеседование. Президент Трамп в разговоре с Торнбулом по сообщениям непоименованных сотрудников Белого дома несколько раз повторял, что беженцев 2000. А когда австралийский коллега его поправлял, страшно сердился. А вот что через несколько дней появилось в Твиттере. В это можно поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных эмигрантов из Австралии. Почему? Я изучу этот идиотский договор. Президенту, который всего за день до этой досадной беседы с Торнбулом закрыл дорогу в Америку выходцам из семи мусульманских стран, было явно неприятно слышать о беженцах из Австралии. Он набросился на Канберу и обвинил ее в попытке экспортировать США, как выразился Трамп, бостонских террористов. Здесь в скобках замечу, что по бостонским террористам, братьям Царнаевым, уметь не было бы обращаться к России. Но это в скобках. Я не хочу этих людей, восклицал по данным Вашингтон-Пост глава Белого дома во время разговора с австралийским премьером. Свидетели утверждают, что Торнбул пытался сменить тему несколько раз, но Трамп упорно продолжал возвращаться к беженцам. Сам австралийский премьер ведет себя по-джентльменски и никаких подробностей телефонной перепалки не сообщает. Послушайте, я не собираюсь комментировать мое общение по телефону с президентом США. По крайней мере, я не хочу вдаваться в детали. Общий смысл разговора мы объяснили. Понимаю Ваш интерес, но лучше, если подобные разговоры будут вестись в конфиденциальной атмосфере. Позже, на встрече с сенаторами, президент снова называл большие, чем в действительности цифры. То две тысячи, то больше двух тысяч. Подчеркиваю, на островах Манус и Науру находятся всего две с половиной тысячи беженцев, из которых США обещали взять половину. Впрочем, размер толпы, пришедшей на инаугурацию Трампа, он тоже преувеличивает. Интересная склонность у нового президента. Что же, судя по всему, телефонный разговор с Владимиром Путиным был куда более приятным для обоих, похоже. И продолжался он гораздо дольше. Наверняка непросто президенту США далась беседа с Ангелой Меркель, которая, по словам журналистов, зачитывала ему пассажи из Женевской конвенции. Да, да, нравоучения мы не любим. Еще менее приятной была недавняя беседа с президентом Мексики Энри Копенни-Ньета, который, по словам Трампа, не может решить проблему со своими плохими омбрами. «Не разберетесь с наркокартелями, разберемся мы», намекнул американский президент. Что он имел в виду? Оккупацию или интервенцию? Вообще, Дональд Трамп считает, что жесткие методы дипломатии – это хорошо. Опыт нью-йоркского застройщика подсказывает, на противника полезно топать ногами, кричать и угрожать. Тогда он становится уступчивее. Будем надеяться, что он не будет так себя вести с кремлевским коллегой. У Владимира Путина за спиной опыт питерской подворотни. Это более суровая школа. Володя. Да уж точно, Мария. Спасибо большое. Применимо ли к дипломатии искусство сделки? The Art of the Deal. Такую книгу написал Дональд Трамп и часто на нее ссылается. Вероятно, и внешнюю политику он собирается строить на основе двусторонних сделок или односторонних угроз. Эта схема уже начинает давать сбои. Например, сложно дружить с Россией и угрожать Ирану. Ведь Россия дружит с Ираном и может обидеться. В действиях новой администрации попыталась отыскать логику Нина Хрущева. Вы знаете, логика, по-моему, есть. И логика Трампа. Он показывает, что он, если выражаясь языком советских политиков, показывает кузькину мать, с одной стороны, всем. А с другой стороны, он нам одновременно обещает, что он тот человек, который умеет делать Art of the Deal, то есть он умеет договариваться. И таким образом просто практически вступает в переговоры. То есть он, с одной стороны, сильная рука, а с другой стороны, можем выбирать, каким путем он пойдет. Он считает, что его мнение – это самое важное мнение, что сильная рука важна, что вот он сейчас Ирану покажет. С другой стороны, он как бы и Израилю. С одной стороны, мы на стороне Израиля, но с другой стороны, мы думаем, что новое поселение может быть не такая уж хорошая идея. Если вы заметите его сильные действия, они сильные, его более такие tempered, как сказать, менее сильные, вот как разговор, скажем, как политика, даже нельзя это сказать политика, как выступление по поводу Израиля, они такие довольно, как бы можем обсуждать, что называется. Так что, на самом деле, в общем, по-моему, ничего удивительного в этом нет, и это в этом весь Трамп. У него правая рука, предположим, правая рука сильная, а левой рукой он дает понять, что, в общем, есть еще какие-то переговоры, обсуждения, и он уж так уж не совсем такой уж автократ абсолютно, а главное, что его команда, это команда умных и думающих людей. Когда были слушания по поводу госсекретаря и других ставленников Трампа, они все, в общем, очень осторожно отзывались о России и говорили, что да, и мы, в общем, согласны с тем, что даже сам Трамп сказал, мы согласны с тем, что Россия участвовала в хакерских атаках на президентскую кампанию, то есть опять вот это такое, как бы с одной стороны да, а с другой стороны нет. И, по-моему, опять ничего такого неожиданного в этом нет. То есть Трамп к России относится хорошо, и я думаю, что ему, конечно, все равно, что там происходит с Крымом, с Украиной, он много раз давал понятия, он человек, который будет больше, наверное, выступать за страну 11-часовых поясов, тем не менее за какие-то там маленькие, особенно те страны, которые поддерживает Европейский Союз, а у него там свои отношения, может быть, не очень хорошие с Европейским Союзом, но при этом он должен, естественно, как бы кивать в сторону других американцев, которые не думают, что сильная Россия, это уж такая хорошая идея. Я читала сейчас очень многие отзывы по поводу Никехили. Все отмечают, что ее, даже ее риторика, несмотря на то, что она про-крымская, про-украинская и в определенной степени антирусская, она намного более спокойна и как бы предлагает к разговору больше, чем риторика предыдущей администрации. Не обращать внимания и не помнить предвыборные выступления самого Трампа нельзя, потому что он, безусловно, человек, который хочет и требует, чтобы его считали самым главным, как он нам во время своих, во время предвыборных кампаний, всегда говорил, что он знает больше всех генералов и вообще лучше всех. Я не думаю, что даже если Трамп очень захочет сильно целоваться с Путиным, у него так уж это получится, потому что у него будут очень много других сдержек и противовесов. Они могут не действовать в других случаях, но по отношению к России, я уверена, они будут. И это действительно его команда, которая, казалось бы, вся, ну или не вся, во всем, во многом была прорусская, теперь говорит те вещи, которые от нее хочет услышать Америка. То есть России нужно опасаться. И вот это такое, что называется по-английски balancing act, я думаю, они какое-то время будут поддерживать. Потом Трамп с Путиным встретятся, и мы увидим, что будет. Но судя по тому, как Трамп себя ведет с людьми, которые даже в малейшей степени против него, например, как с лидером Австралии, я надеюсь, что Путин будет очень осторожен, потому что иначе это может превратиться в новый кубинский кризис очень быстро. Это позиция Нины Хрущевой, профессора Нью-Йоркской Нью-Скул. Но для большинства наблюдателей выступление нового посла США в ООН Ники Хейли стало сенсацией. От нее ждали, если не дружеского, то, по крайней мере, примирительного тона в отношении России. А услышали и такие выражения в адрес Кремля, которых, по мнению многих, стеснялись даже дипломаты Обамы. Мы действительно хотим улучшить наши отношения с Россией. Однако ужасающая ситуация на востоке Украины требует однозначного осуждения действий Москвы. Пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не начнут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, этот кризис будет продолжаться. Естественно, Восточная Украина не единственная часть страны, которая страдает от российской агрессии. США осуждают и требуют немедленного прекращения оккупации Крыма. Крым – часть Украины. Мы не отменим санкции, связанные с оккупацией Крыма, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине. Эти слова Хейли прозвучали на заседании Совета безопасности ООН, которое экстренно созвал украинский посол в связи с обострением в Донбассе. На востоке Украины снова гибнут мирные жители и военные. Новая фаза боевых действий подозрительно совпала со сменой администрации в Белом доме. В Киеве снова проходят траурные мероприятия. На них побывал Арсен Цымбалюк. Тысячи людей на коленях провожают в последний путь семерых украинских солдат. Эти парни, чуть старше 20-ти, погибли в первые дни нового обострения в Донбассе. Шум мегаполиса снова заглушают плач и прощальные плыны Кача. На уходящей неделе печально прославился небольшой промышленный город Авдеевка. Он расположен всего в 10 километрах от центра Донецка. Здесь впервые за последние три года пылали в небе ракеты установок залпового огня «ГРАД». В Киеве заявляют, первыми начали обстрелы сепаратисты из самопровозглашенных ДНР-ЛНР. Задача – отодвинуть украинскую армию со стратегически важного транспортного узла. Три года уже такого не было, как эти дни. Это двое с половиной суток уже, думаю. Полчетвертого, как началось, той ночью, так оно не прекращается. В Минобороны Украины утверждают, что защищают позиции, в то время как мятежные республики под руководством России пытаются подорвать доверие Запада к Киеву. Не случайно обострение в Донбассе совпало со вступлением в должность нового президента США, который, возможно, еще не сформировал окончательную позицию по Украине. Дискредитация Украины на международной арене – это попытка заставить Украину следовать российской повестке. Это попытка обвинить Украину в срыве Минских соглашений. В этом и заключается политическая цель Кремля. За неделю боевых действий разрушены около 50 жилых домов. По предварительным данным, погибли до 10 мирных жителей и сотни военных с обеих сторон. Жизнь в Авдеевке остановилась. Тут дырка сумасшедшая. Я сразу понял, что я попал в прыжок. Здесь настоящая гуманитарная катастрофа. Город без воды и электричества. Отопление поддерживается с трудом. Люди ютятся в пунктах обогрева вооруженных сил, питаются на полевых армейских кухнях. У многих сдают нервы. Этим людям нужна помощь. И для благотворительных организаций и волонтеров в Киеве Авдеевка теперь главный город страны. Здесь собирают продукты и одежду. Координатор гуманитарного штаба помощи жителям Донбасса подтверждает, ситуация катастрофическая. Мы опять направили в Авдеевку еще одну партию продуктов питания, уже для того, чтобы готовить непосредственно там горячие обеды. Это чай, кофе, вода. Это то, что просили, просил завод, просили жители Авдеевки. Там крупы, макаронные изделия, из которых можно готовить еду и кормить людей. В городе уже которые сутки нет воды, нет света. В ночь на пятницу Центр оказания гуманитарной помощи в Авдеевке подвергся артиллерийскому обстрелу. Погибли гражданские. Президент Петр Порошенко в понедельник прервал свой визит в Германию. Глава государства созвал на заседание силовиков, а в пятницу сформировал ситуационный центр для реагирования на события в Донбассе. Полная ответственность за это лежит на российской стороне и боевиках, которых она поддерживает. Подчеркиваю, тезис, что она их не контролирует, является абсолютно ложным, потому что в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, которые выполняют приказы Российской Федерации. Президент России, напротив, обвинил украинского коллегу в разжигании боевых действий. По словам Владимира Путина, Киеву нужны деньги, потому войной привлекает внимание Запада. Украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, и Соединенных Штатов. Обозреватели говорят, как бы цинично это ни звучало, но новый виток конфликта действительно выгоден Украине, поскольку события в Донбассе вернулись в поле зрения мировой прессы. Нас бы привели, там разные внешнеполитические силы, к необходимости со стороны Украины полного выполнения Минских соглашений, в то время как клиенты России, так называемой ДНР, ЛНР, вряд ли бы действовали синхронно с Украиной. И все же эта ситуация крайне опасна, хотя бы потому, что Украина ушла еще дальше от политического урегулирования конфликта. Минский процесс может и вовсе оказаться бессмысленным. Переговорная группа в Минске на этой неделе несколько раз принимала решение о прекращении огня, однако, как показала практика, оно не работает. Механизмы, которые хотя бы относительно поддерживали мирные состояния на востоке Украины, перестали действовать. А это значит, что необходимы новые кардинальные шаги, которые остановят войну. Далее в программе. Константин Гальденцвайк узнает, почем квадратный метр берлинской недвижимости в эпоху засилия мигрантов. Владимир Соловьев объяснит, кто повернул Молдову на восток. Тайм-аут. Тайм-код на РТВА. Большая радость в маленькой стране. 2 февраля в Европарламент проголосовал за предоставление Грузии без визового режима. Теперь граждане этого южнокавказского государства обладают в Шенгенской зоне теми же привилегиями, что и, к примеру, американцы. Долгожданное решение принято подавляющим большинством. Еврокомиссар по миграции подчеркнул, что Грузия прошла огромный путь, образцово выполнив все требования для отмены виз. Я хочу поделиться с вами личным опытом. Когда я впервые посетил Тбилиси в качестве еврокомиссара, я был поражен количеством флагов Европейского Союза по всему городу. Я бы сказал, что их намного больше там, в Грузии, чем здесь, в Брюсселе. Я был очень тронут этим. Мы, страны-члены ЕС, принимаем это объединение и его благо как должное. В то время, когда антизападная риторика растет, граждане Грузии как бы напоминают, каким уникальным достижением для мира, стабильности и процветания является ЕС. Безвизовый въезд – это символ признания. Тбилиси в благодарность за либерализацию визового режима окрасился в света флага ЕС. Решение европейцев не предполагает право на работу или вид на жительство в шенгенской зоне. Это возможность путешествовать по Европе для деловых и частных визитов, без каких-либо препятствий. И в постсоветском государстве, которое давно определило прозападный путь развития, считают, что это заслужено. Я верил, что мы стояли на правильном пути. Мы очень много работали, и впереди еще много работы. Нам нужно продолжить движение в плане реформ. Выполнение договора об ассоциации станет фундаментом для вступления Грузии в ЕС. Мы знаем, что многие покинули Грузию еще до либерализации визового режима. И это очень грустно. Но Грузия идет вперед. Люди обязательно вернутся. Я не думаю, что в связи с новым решением Европарламента начнется массовый исход граждан страны. Ведь всем ясно, что оставаться в Евросоюзе нелегально – это нелегко. А вот Украине ничего не дали. Вопрос предоставления безвизового режима Киеву Брюссель, возможно, рассмотрит в начале апреля. Еще одна постсоветская страна – Молдова – никак не может определиться со своей ориентацией. С избранием президента Дадона Кишинев потянулся к Москве. Есть шанс, что он пересмотрит соглашение об ассоциации с ЕС. Ситуация сложилась щекотливая, ведь визит президента Молдовы в Брюссель намечен уже на 6 февраля. Каким курсом пойдет товарищ Дадон? Владимир Соловьев проследил за маршрутом. Как только Игорь Дадон устроился в президентском кресле, внешняя политика Молдовы раздвоилась. В Кишиневе теперь шутят – «Орел» на молдавском гербе стал двуглавым. Одна голова – это правительство и парламент. Их контролирует Демпартия, которая называет себя проевропейской, и смотрит на Запад. Президента Дадона больше привлекает Восток. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало. Эти слова молдавского президента прозвучали в Кремле, где в середине января его принимал российский лидер Владимир Путин. Там же Игорь Дадон обещал подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией. Визит в Москву и сделанные там заявления до сих пор обсуждают в Кишиневе и не только. Не нужно попытаться Молдову из такого проевропейского курса страну резко накренить на курс пророссийский. Но посмотрите, даже по географическому фактору вступление Молдовы в таможенный союз невозможно, потому что между нами лежит Украина. Зачем нужно так раскачивать сильно лодку и пытаться настолько сильно понравиться России, что ты там, допустим, в Москве президент Молдовы, хотя его никто не просил, пообещал расторгнуть договор об ассоциации. 6 февраля Игоря Дадона ждут в Брюсселе. В его администрации, создание которой Дадон сразу после заселения туда распорядился снять флаг ЕС, анонсируют встречи с председателем Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером и главой европейской дипломатии Фидерико Маггерини. Послы стран Евросоюза, по данным агентства Интерфакс, рекомендовали Дадону воздержаться от резких выпадов в адрес ЕС во время предстоящей поездки в бельгийскую столицу. В молдавском же сегменте Фейсбука теперь мода на аватарке с подписью «Дадон – не мой президент». Игорь Дадон заявил, что расторгнет соглашение об ассоциации с Евросоюзом после того, как пропрезидентская партия социалистов победит на следующих парламентских выборах. Это разодлило тех в Молдове, кто предпочитает Запад-Востоку. Таких здесь примерно половина. И они считают, что обещание стать президентом для всех Игорь Дадон уже не выполнил. Сторонники Игоря Дадона из пропрезидентской партии социалистов к критике относятся философски. Говорят, что всем не угодишь. При этом в преддверии визита главы государства в столицу Европейского Союза антизападную риторику явно смягчают. В таких странах, как Молдова, быть президентом для всех – это невозможно и нереально. Даже сказать, понимать, что земля круглая, то кто-то встанет в этой стране и начнет протесты. У партии социалистов и у лидера этой партии Игоря Дадона во время предвыборной кампании существовало это обещание, что договор об ассоциации нужно расторгнуть, а потом пересмотреть. То есть перезаключить, перезагрузить, если хотите. Разделение молдавского общества – известная и давняя проблема. Одни хотят быть с Россией, другие мечтают о ЕС, третьи считают, что страна должна стать частью Румынии. Признаки раскола повсюду. Вот здание Молдавского министерства иностранных дел и евроинтеграции. Перед ним знак «Парковка для сотрудников ведомства». На знаке наклейка с изображением контура Румынии, уже включающей в себя Молдову, и надписью «Хочу объединения». Игра на разобщение – любимое развлечение молдавских политиков. И Игорь Дедон исключением в этом смысле не стал. Страна снова разделена. Разделена на две части. По геополитическому признаку. По западному – те, которые выступают за вступление Молдовы в Европейский союз, и те, которые выступают за сближение Молдовы с Россией. К сожалению, на мой взгляд, это совершенно искусственная и неактуальная для Республики Молдова повестка дня. Да я думаю, достаточно посмотреть, например, Украины, для того, чтобы понять, к чему может привести искусственное разрывание страны на восток и на запад. То есть это может привести к гражданскому противостоянию, это может привести к войне. Главный оппонент Додона – лидер демократов, молдавский олигарх Владимир Плохотнюк, чье влияние на госинституты страны является безграничным. Он обещает не позволить Додону увести страну с пути истинного, то есть с пути, который ведет в Евросоюз. Эксперты, впрочем, считают, что Додон с него и не свернет. Внешние долги заставляют Молдову, а также потребность финансирования для того, чтобы вывести экономику страны из состояния застоя, нуждается, во-первых, в положительном отношении к себе Евросоюза, и, второе, конечно, в сохранении и развитии отношений с Международным валютным фондом. Россия никогда не даст денег, у него самые очень сложные вопросы. Демонстративная дружба Игоря Додона с Кремлем – продолжение избирательной кампании, считают обозреватели, но уже не президентской, а парламентской. Битва за высший законодательный орган намечена на 2018 год. И для Додона, чьи полномочия сейчас не позволяют влиять ни на внешнюю политику, ни на принятие важных решений внутри страны, на кону многое. Только большинство в парламенте может обеспечить реальную власть. Основным источником проведения внешней политики, внутренней, является парламент правительства, у которого у президента есть достаточно символические полномочия. Поэтому вся риторика господина Додона сегодня воспринимается, как продолжение политической кампании, выборной кампании, и которая не несет в себе какой-либо новизны или каких-то кардинальных изменений. То есть ближайшие два года молдавские политики проведут в эмоциональных спорах о том, куда идти стране – на запад или на восток. Дебаты на эту тему ведутся с момента обретения республикой независимости четверть века назад. Страна все это время стоит на месте и никуда не движется. Владимир Соловьев, Юрий Куцу. Специально для Таймкода. Брексит – это может и хорошо для Германии. Привлекательность страны для инвесторов возросла на фоне падения престижа Лондона. По данным опроса Ernst & Young, почти 40% иностранных компаний назвали ФРГ наиболее привлекательной страной в Европе с точки зрения капиталовложений. И это несмотря на миграционный кризис. Стоимость квадратного метра в германской столице резко подскочила. Со времен Второй мировой берлинская недвижимость не стоила так дорого. Константин Гальденцвайг приценился к новой жилплощади. Пятый этаж без лифта и две крохотные комнаты. В другом городе в другую пору соискателей на такое жилье было бы трудно найти. Внутри этого в обычном берлинском доме одновременно с десяток соискателей. Еще 200 желающих томятся на лестничной клетке. На осмотр, выставленный на аренду квартиры, маклер каждому дает минуту. В Толчее слышен ропот по-немецки, английски и русски. Слушай, это какой-то ад. Я сюда даже не хочу идти. Еще одна ее попытка найти недорогое жилье оборачивается провалом. Так признаются Наталья и Денис. Они ищут крышу над головой уже полгода. Ощущение безнадежности. То есть я просто каждый раз с ужасом думаю, потом Денису все это высказывает, что, наверное, мы никогда не найдем квартиру. И их берлинцев со стажем, и тысячи европейцев, осевших в городе за минувшие годы, квартирный вопрос не просто испортил, извел. Могли ли думать берлинские хипстеры, будто далекие материи, еврокризис, брекзит, стагнация в России ударят в итоге по их кошелькам. Столица благополучной Германии для понаехавших в нее теперь как островок стабильности. Но островок-то не резиновый. Сейчас спрос уже очень сильно превышает предложение. То есть правильно приезжает очень много людей, в Бролине очень много стартапов, приезжают люди со всего мира, как бы всем нужно где-то жить. Ну и получается, что любая квартира, даже в каком-то не самом хорошем состоянии, даже там с завышенной арендной платой, все равно на нее найдется покупатель. Там стоил квадратный метр меньше тысячи евро, сегодня он стоит больше трех тысяч евро. И это за семь лет? Это за семь лет, да. В молодой риелторской компании у Даниэля Шамаева каждый третий клиент родом из СССР. От такого взлета цен аборигены-берлинцы в смятеньги. Никакой зарплаты не хватит, но обеспеченные москвичи на фоне туманного будущего в России продолжают скупать Германию. Они влияют на немецкий рынок, потому что поток денег, он очень большой, который идет сейчас из России в Германию. Связано с санкциями, конечно. В Европе немножко стабильнее инвестировать деньги, потому что это не так опасно и так легко потерять, как в России. К россиянам присоединяются бегущие от кризиса итальянцы, греки, испанцы, а еще сами немцы из богатой провинции. Прежде небогатый и непрестижный город переживает нынче строительный бум. Последняя брешь у берлинской стены. Застроят и ее. Цены на жилье в Берлине растут быстрее, чем оно само, в год минимум на 10%. Во времена почти нулевых ставок по вкладам в немецких банках, эти квадратные метры для многих Германии единственная из возможных инвестиций. Да и для покупателей из России вместо грабительской ипотеки и сомнительных фирм свое. Почти доступное жилье в новой столице Европы. И только коренные ее жители остаются в накладе. О предвыборных обещаниях правящих в Берлине партий больше дешевой недвижимости. Власти теперь стараются не вспоминать. Мэр Берлина лишь призывает строить активней социальные дома для самых обездоленных. Попытки обуздать рост цен на частное жилье заканчивались до сих пор неудачей. Это не вопрос повышения благополучия, а срочная проблема и для коренных берлинцев, и для тех, кто переезжает в наш город. Люди остро нуждаются в доступных квартирах. Я живу с женой в квартире 50 квадратных метров. У нас двое детей. Вчетвером тесно. Так что встал вопрос, что делать. Ответ архитектор Ван Бо Ле Менцель нашел и для себя, и для других, оставшихся без крыши над головой. Так будут выглядеть берлинские квартиры с завтрашнего дня. Тут использован каждый сантиметр площади. Раскладная кровать точно подогнана под ширину комнаты. Возле розеток минимальный зазор. И вот прихожая превращается в спальню. На шести, точнее шести с половиной квадратных метрах в этой испытательной квартире на колесах Ле Менцель разместил гостиную, кухню, кладовку, детскую, туалет. Он правда маленький. Я вдохновлялся уборной в вагоне поезда. И кабинет. Чтобы пробраться к рабочему месту, надо забраться на кухонный шкаф. Верхняя часть полки служит и столом. Вы опускаете ее, и у вас гостевая кровать на втором этаже. Итого 100 евро в месяц. Инвесторов-застройщиков предприимчивый архитектор уже нашел. Осталось лишь убедить немецкие власти смягчить суровые законы и разрешить строительство подобных муравейников. Для этого и завоевывают мнение горожан. Те горожане, что уже в отчаянии, одобряют. У меня в квартире столько лишнего. Огромный коридор, 15 метров. И зачем мне он? Лишние траты на отопление и аренду. А это интересный проект. Хотите подвижные города из автоприцепов, только бы не платить за землю. Хотите целые многоэтажки из таких коморок. Квартиросъемщики самого европейского города познают самые советские слова. Уплотнение, малосемейка, коммуналка. Дефицит уже выучили. Администрация Трампа, бойцы вооруженных фермирований в Донбассе и риэлторы Берлина стали главными ньюсмейкерами уходящей недели. Следим за следующей. Время пошло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok